Это последнее такое событие, которое будет маркером отмечать какую-то веху вот в этих вот событиях самостоятельности, суверенитета или чего-то еще. Дата обновления базы, опять же, 11 июля 2018 года. И дальше самое интересное. Сведения о владельце ВГРП, данные о владельце отсутствуют. Администрация исчерпала все быстрые успехи, так называемые, все уже давно построенные, но не запущенные дома были спешным образом запущены. Я имею в виду Ново-Булгакова, три уже готовых дома, три или четыре. Это компания «Госстрой», которая, казалось бы, выпала из поля зрения вообще кого-либо, как будто бы ее нет. Многие задаются вопросом, куда делся Бадиков. Я полагаю, что господину Хабирову надо бы упредить событие и все-таки самому рассказать о том, что он летал на этом самолете. А то будет очень нездорово, если из расследования прокуратуры вдруг выяснится, что он... Ну, вообще, как любая голодовка, это экстренная ситуация. И причиной этой голодовки стала ситуация с расселением ветхого жилья. А ближайший мусорный контейнер находится более чем в 600 метрах от ее дома. Надежда Владимировна – женщина дотошная и грамотная. Она поинтересовалась параметрами Санфина и выяснилась. Сегодня Республика Башкортостан отмечает свое столетие. Праздник этот странный, до конца необъясненный жителям республики, проходит незаметно, особенно после того, как Владимир Путин отказался приезжать в Уфу на празднование этого события. Энтузиазм властей заметным образом снизился. Все мероприятия как-то отходят на второй план. Сегодня в «Нефтяники» пройдет главное мероприятие – песни и пляски и вручение призов. Я думаю, что на этом история со столетием республики будет закончена. И, собственно, конечно, это очень объяснимо. Потому что вообще сейчас в Российской Федерации очень неактуально стало обсуждать независимость, самостоятельность или какую-то выделенность вообще каких-либо территорий. Как мы знаем, главное правило Федерации – не говорить о Федерации. В общем, да и сама история этого столетия, она весьма сомнительна в том смысле, что когда-то давным-давно, сто лет назад, причем не до конца понятно, то ли в 19-м, то ли в 18-м году, башкирские активисты отправились к Ленину в самый жаркий, самый сложный период для большевиков. Под шумок попросили о какой-то автономии. Ленин, не разбираясь, эту автономию дал. В дальнейшем большевики опомнились и где-то к 20-му, 21-му году всю эту автономию прекратили. То есть, в общем-то, самостоятельности, свободы республики просуществовало год-два, может быть, два с половиной. И то это были тяжелые времена, когда территория переходила из рук руки, там то белые, то красные, то чехи, то еще кто-то. Собственно, конечно, исторически называть, наверное, этот период каким-то самостоятельным и абсолютно свободным было бы неправильно, хотя я могу ошибаться, я не историк, но в моих ощущениях это примерно так. Ну и, соответственно, особого повода для празднования, наверное, как такового и нет. Мы не Швейцария, всегда свободная, всегда независимая. Башкирия никогда, на самом деле, и не была независимой территорией. Была всегда территорией подвластной то империи, то еще каким-то силам. В общем, наверное, это последнее такое событие, которое будет маркером отмечать какую-то веху вот в этих вот событиях самостоятельности, суверенитета или чего-то еще. В дальнейшем, я так полагаю, всех этих опций для территории будет все меньше и меньше, и различия между территориями будут стираться. Очевиден тренд к тому, чтобы, в общем-то, размыть сущности национальных республик. Это вот современное направление, в котором движется Российская Федерация. Ну, тем не менее, столетие было провозглашено, уже достаточно давно к нему там готовились формально, не очень. В прошлой передаче мы говорили там про эти 100 или 112 объектов в столетию республики. Путин не приехал, праздник не удался. Очевидно, разочарованный Хабиров как бы все-таки пытался держать марку и там что-то говорить про радостные события 23-го числа. Все по-своему отмечали и праздновали этот юбилей. Например, партия «Единая Россия» отчиталась о том, что теперь в Башкортостане 100 тысяч членов партии «Единая Россия». Небывалая многочисленность отделения. Господин Ахмадинуров, придя к руководству башкирского отделения «Единая Россия», занялся наращиванием рядов. Напомню, что еще 6 лет назад численность партии была 82 тысячи. И, кстати говоря, она с тех пор уменьшалась. Не знаю, сколько было членов «Единой России» на октябрь 2018 года, но теперь их стало 100 тысяч человек. Было бы очень интересно, конечно, почитать список членов партии. Я не знаю, почему партия стесняется опубликовать эти данные. Было бы здорово знать, что твой сосед, например, член «Единой России», или твой партнер в бизнесе, или по рабочему месту на заводе, вот он член «Единой России». По крайней мере, можно было бы предметно понимать, в чем корень проблем всей страны и территории, предметно адресовать претензии можно было к каким-то людям. А так вот эти абстрактные 100 тысяч каких-то подпольных партизан, есть ли они на самом деле, я не знаю. Примечательно, что господин Мурзаголов почему-то не спел песню к 100-летию республики, хотя спел к 55-летию своего хозяина. Ну, я надеюсь, что, может быть, он впоследствии выпустит какую-нибудь патриотическую песню. В общем, конечно, на этом, наверное, история со 100-летием республики завершается, и в ближайшем будущем мы уже не услышим ни о победах, связанных с этим юбилеем, ни о каких-то программах, привязанных к этому юбилею. Мы возвращаемся к проблеме сибайского карьера, Сибая, экологической катастрофы в этом городе. Намеренно несколько недель мы не обращались к этой теме. Я специально дал время и властям Сибая, и республике, чтобы сделать хоть что-то существенное в этом городе. Тем более, что сегодня наступает та самая сакральная дата, когда проблема должна быть решена. Дал время активистам осознать то, что с ними происходит, и то, что с ними делают местные власти. Дал время местным группам, противоборствующим и не очень, попытаться найти общий язык между собой. В период, когда мы не говорили про события в Сибае, там произошли некие экстренные события, всякие мероприятия, связанные с приездом Никиты Исаева и так далее. Мы уже анализировали в эфире «Эхо Москвы» эту ситуацию. Повторюсь, что я оцениваю реакцию властей республики на приезд политолога Исаева в Сибай как истеричную, абсолютно неразумную. Но сегодня я не буду говорить даже о странных, противоречивых показаниях датчиков, о том, что в воздухе Сибая так и не исчез диоксид серы. Сегодня я поговорю на неожиданную тему, на тему земли сибайского карьера. За то время, пока мы брали паузу, я не сидел сложа руки и накопал, нашел вот такую интересную информацию. Дело в том, что сам по себе сибайский карьер на самом деле это участок земли, который кому-то принадлежит, каким-то образом учтен и каким-то образом эксплуатируется. Так вот, статус земельного участка с кадастровым номером 0261010401354, которым, собственно, и является Сибайский карьер, площадью 2 миллиона 874 тысячи 492 квадратных метра, имеет статус размещения промышленных объектов, по документам числится земельный участок, предназначенный для разработки полезных ископаемых, категория земель, земли населенных пунктов. Внимание! Вот это уже очень важный момент. Это земли населенных пунктов. Дата постановки на учет – 31 августа 2011 года. Дата обновления информации о земельном участке – 12 июля 2018 года, буквально недавно, меньше года назад, кадастровый инженер Александрова Наталья Николаевна. Кадастровая стоимость участка оценена в 366 миллионов 497 тысяч 730 рублей. Дата определения стоимости – 1 января 2015 года. Эта же стоимость внесена в документы. Предварительный расчет налога по общей формуле – 366 тысяч 498 рублей. Дата обновления базы – 11 июля 2018 года. И дальше самое интересное. Сведения о владельце ВГРП. Данные о владельце отсутствуют. Собственника этой земли на момент постановки ее на учет и даты определения стоимости, а это 2015 год. А вообще-то постановка на учет – это вообще 2011 год. Нет. Собственника у земли нет. Что это значит? Вообще отсутствие собственника на землю в Российской Федерации довольно распространенное явление, лишь по той причине, что огромные земельные ресурсы Российской Федерации все еще толком не учтены. Однако мы помним, как пару недель назад господин Полставалов бодро отчитывался перед Хабировым на оперативке о том, как здорово, как ударными темпами идут работы по внесению записей в единую государственную адресную систему, внесение записей о земельных участках, объектах недвижимости и так далее. Как же так? С 2011 года гигантский объект в городе Сибай под названием Карьер, один из крупнейших в мире, оказался бесхозным и неучтенным. Кроме того, по действующему ныне законодательству выявленный бесхозный объект должен попадать в кадастр бесхозных объектов муниципалитета. И после того, как он там находится в течение года, обращаю внимание, в течение года, и если на него никто не предъявил своих претензий, как собственник, покупатель или арендатор, в таком случае земельный участок автоматически переходит в собственность муниципалитета, в нашем случае в собственность города Сибая. Соответственно, я могу предположить, что уже несколько лет сибайский карьер, де юро и де факто принадлежит городу Сибаю. Соответственно, все работы, которые там ведет УГОК, должны быть закреплены какими-то договорами аренды. Соответственно, ответственность за собственность всегда возлагается на собственника. За все события, связанные с этой собственностью, за все последствия, которые принесла эта собственность окружающей среде или гражданам, ответственность несет собственник. К чему это все? К тому, что в последнее время все эти странные расследования, на мой взгляд, фейковые, прокуратуры, Следственного комитета и прочих надзорных органов в отношении ответственных за происходящее с атмосферой города Сибая, все время запинаются об то, что карьер ничей, а собственника нет, обвинить некого. Так вот, возможно, имеет смысл на основании вот этих кадастровых документов, а также действующего ныне в Российской Федерации законодательства о переходе собственности на ничейные участки к муниципалитету, имеет смысл обнаружить это ответственное лицо. По цепочке, если карьер принадлежит городу, то ответственность должна нести администрация. В данном случае я, конечно, обращаюсь к правоохранительным органам в том смысле, что пытаюсь им помочь распутать этот сложный клубок. Я на самом деле иронизирую, потому что для компетенций прокуратуры, Следственного комитета, наверное, было бы несложно эту загадку разрешить, кому что принадлежит и кто за что отвечает. Но, тем не менее, пока мы слышим то, что они не могут найти виновных. Будем стараться им помогать. После некоторой паузы мы вновь говорим о долевом строительстве. На мой взгляд, в этой сфере и в сфере решения проблем долевого строительства в Башкирии наметился глубочайший кризис. После некого периода оптимизма и обещаний наступила апатия и неподвижность. На понедельник, 25 марта, была запланирована встреча Ради Хабирова с представителями инициативных групп объектов долевого строительства, на которых есть проблемы. Однако, это совещание откладывается. Как бы это ни комично звучало, откладывается это совещание на 1 апреля. Более циничного подхода, наверное, сложно придумать. Символизм даты этого совещания вполне себе совпадает с сутью того, что происходит в долевом строительстве, а происходит на самом деле одна болтовня и обещание. Последний так называемый стройчас, на котором упоминалась эта проблема и который там обсуждался, был насыщен такими очень обтекаемыми формулировками. Находится в работе, включен в схему, дорабатывается, в дальнейшем будет рассмотрен и так далее. Собственно, никакой конкретики в решении проблемы долевого строительства на данный момент нет. Администрация исчерпала все быстрые успехи, так называемые. Все уже давно построенные, но не запущенные дома были спешным образом запущены. Я имею в виду Ново-Булгакова, три уже готовых дома, три или четыре. Я имею в виду два дома в Миловском парке, которые тоже были практически готовы, их нужно было покрасить и подключить к коммуникациям. И вот на данный момент вся эта ситуация находится в абсолютно патовом положении. По факту само строительство не продолжалось ни на одном объекте. Уже задело все исчерпанное, обвинять стало некого. И, в общем-то, предъявить дольщикам стало нечего. А дольщики, тем не менее, как ни странно, не успокаиваются. Они все еще не получили свои квартиры и понимают некую бесперспективность дальнейшего ожидания. Все громче и громче раздаются вопросы, когда, что конкретно скажите и так далее, и так далее. Ну, теперь давайте пробежимся вкратце по самым главным объектам долевого строительства и ситуации на них на данный момент. Начну с Менделеева 128-1. Это не самый крупный объект, но самый длинный долгострой республики Башкортостан. Более 12 лет люди ждут квартиры. Напомню, что в предыдущие периоды, в предыдущей неделе там прошла акция на улице, а впоследствии появились гигантские буквы «Путин, помоги» на фасаде этого здания. Буквы провисели недолго, часа два. Удивительно оперативно их закрасили коммунальные службы, которые уже много-много лет не проявляют никакого интереса к этому объекту. Из дома выпадают окна, с фасада осыпаются кирпичи, а вот как только появилась надпись «Путин, помоги», мгновенно промышленные альпинисты взобрались на фасад и закрасили эти буквы. Ну, в общем, люди, конечно, в отчаянии, в том смысле, что их ситуация, которая, казалось бы, уже начала решаться предыдущей осенью, опять зашла в тупик, опять нет решения, опять какие-то проблемы с коммуникациями, опять этот чудо-застройщик, извините, муниципальный разводит руками и говорит, что у него есть какие-то проблемы. В общем, все стоит на месте. Серебряный ручей. То же самое. Казалось бы, еще месяц назад мы кричали «Ура, ура!» и воздух чепчики бросали. Я снимал сюжет об этом замечательном бизнес-центре «Салават Юлаев», который вот-вот продастся и на вырученные деньги начнет строиться этот многострадальный объект в Деме. Однако на данный момент ни один документ не предъявлен широкой общественности, ни проекта или тем более договора о купле-продаже бизнес-центра, ни договора с подрядчиками, которые как будто бы зашли и делают там какие-то работы на 9-10 доме, ни тем более кредитных соглашений со Сбербанком, о котором говорят уже последние месяца-полтора. Терпение дольщиков начинает заканчиваться. Буквально накануне мне писали о том, что инициативные группы дольщиков, которые, собственно, не участвуют в процессе в Белом доме, ни из числа вот этих вот лояльных групп, которые готовы ждать до бесконечности, они планируют в апреле начать акции на территории Серебряного ручья, палаточные городки, голодовки, заселения в квартиры, ну, в общем, там фантазии очень разные. Пока это все планы, но, тем не менее, есть ощущение того, что эти события начнут происходить именно в апреле, и мы о них обязательно услышим, если в ситуации с Серебряным ручьем не появится хоть какая-нибудь ясность, если хотя бы что-нибудь из обещанного не случится в ближайшее время. Еще более запутанный, еще более проблемный объект, чем Серебряный ручей, опять обещания, опять прожекты, опять непонятные действия из фактически случившегося за последнюю пару месяцев, это всего лишь смена руководства компании «Килстроинвест». Грандиозное, конечно, действие. Ничего не скажешь, видимо, это должно было утешить дольщиков. При этом все вот эти разговоры о том, что дольщиков будут переселять, речь идет о четвертом-одиннадцатом квартале, в микрорайон Молодежный, эти разговоры так и остались на уровне разговоров, на руки никто никаких документов не получил, кроме каких-то вот этих филькинограмм под названием «Договора о намерениях». Люди начинают волноваться, люди начинают разочаровываться в этих обещаниях, потому что здравый человек понимает, что вот это вот договор о намерениях или вообще какая-то там подписка о расписке – это ничто. Они заключили договор долевого строительства с компанией, которая им не построила дома, а дальше начались какие-то странные движения. Бесконечные разговоры и доводы госкомстроя о том, что вот этих переселим, с этими разговариваем, те достроим, ну, пока не воплощаются ни в какие дела. В Миловском парке никакого существенного движения не происходит, в принципе, даже имитации особо не происходит. Ну, в общем, этот объект тоже находится на грани кипения, особенно это усугубляется тем, что формальные лидеры этих объединений обманутых дольщиков все еще поют песню о том, что все хорошо, прекрасная маркиза, с удовольствием посещают вот эти мероприятия в Белом доме и пытаются распространять благость на свою паству. Однако в рядах дольщиков уже, конечно, созрело недовольство вот этим вот спектаклем. Уже все чаще и чаще госпожи Гайсиной задаются очень резкие и нелицеприятные вопросы, особенно учитывая то, что десятки малых объектов долевого строительства, которые находятся в проблемной зоне, я имею в виду те объекты, которые находятся в Иглиново, в Стерлитамаке еще где-то, они вообще не попадают в зону обсуждения, на стройчасах вся эта болтовня движется по кругу с привычным упоминанием определенного набора объектов, видимо, которые выделила господин Хабиров и выделила госпожа Гайсина, как удобные для разговора, все остальное вообще не обсуждается. Ну, в общем, недовольство в том числе и в Миловском парке нарастает, я думаю, что в апреле мы увидим какие-то существенные события по этому объекту. Ну и первый трест. С первым трестом, как я уже говорил ранее, нужно сейчас работать, смотреть на ситуацию, которая будет происходить. Первый трест не объект проблемного долевого строительства на данный момент. Но, как я уже говорил, имеет смысл очень внимательно понаблюдать, проанализировать ситуацию этого застройщика, потому что в связи с вот этим катастрофическим явлением, произошедшим с банком Роскомснабанк, есть предположение о том, что у первого треста появятся проблемы. Предыдущую неделю я последовательно занимался аспектами, связанными с первым трестом, теми обстоятельствами, которые есть у этого застройщика. И, собственно, вот что я узнал за истекшую неделю. В принципе, я могу подвести черту под вопросом зависимости первого треста от Роскомснабанка. И достаточно аргументированно могу сказать, что первый трест не зависел от Роскомснабанка. И вот почему. Потому что по факту и по документам, которые попали в мое распоряжение, первый трест не имеет ни кредитов, ни обязательств в Роскомснабанке. Я не беру во внимание незначительные суммы депозитов, которые действительно там были, и которые, вероятнее всего, конечно, не вернутся в полной мере первому тресту, но это суммы, которые никоим образом не могут повлиять на ход строительства. Кроме всего прочего, мне удалось узнать, что первый трест обладает действительно очень существенным банком земли, самым крупным банком земли в городе Уфе. Ну, что это такое? Я имею в виду, что первый трест обладает земельными участками и правами на их освоение в очень большом объеме. Ни для кого не секрет, что земля под застройку – это существенный актив. И в принципе, в случае чего, этой землей можно будет оперировать как активом, который достаточно легко и достаточно успешно превращается в деньги. Я имею в виду какие-то экстренные ситуации. Помимо всего прочего, пока первый трест активно я бы сказал даже агрессивно декларирует, что он исполняет все свои обязательства. Но оговорюсь, все, что я сказал о первом тресте сейчас – это информация, которую я почерпнул из консервативных информационных источников. Я имею в виду отчетность банка, я имею в виду отчетность организации, которые входят в холдинг первого треста, ну и кое-какую инсайдерскую информацию изнутри структуры. Я прошу руководству первого треста не начинать охоту на ведьм в попытке найти тех сотрудников, которые условно говоря сливают информацию. Во-первых, информация абсолютно объективная, во-вторых, вы их не найдете, а кому-нибудь непричастному можете навредить. Но так как вся эта информация получена только, условно говоря, в виде цифр, слов и данных, очень важно получить информацию фактическую. О чем я говорю? Я говорю о том, что нужно соотнести теперь будут те обязательства, которые существуют по строительству конкретных объектов и домов с фактической стороной. Нужно поехать на стройки, нужно посмотреть своими глазами, если получится поснимать на видеокамеру, что действительно происходит на объектах строительства первого треста. Потому что как ко мне обращаются дольщики первого треста, звонят, пишут и спрашивают, а как действительно идет, как вы оцените ход строительства, не снизились ли темпы, не ушли ли строители, не пропали ли подрядчики. Ну вот это мы посмотрим на следующей неделе своими глазами. Надеюсь, что нам удастся проникнуть на эти объекты, надеюсь, что первый трест не будет противодействовать нашим визитам на эти строительные площадки. И тогда мы уже дадим визуальную картинку того, что происходит реально на строительных площадках первого треста. Крайним последним объектом или застройщиком, который все-таки имеет смысл обсуждать сегодня в плане долевого строительства, это компания «Госстрой», которая, казалось бы, выпала из поля зрения вообще кого-либо, как будто бы ее нет. Многие задаются вопросом, куда делся Бадиков, не сбежал ли он из Российской Федерации, не покинул ли он нас и так далее, и так нет. Кирилл Владимирович нас не покинул, он все еще в Уфе, но действительно на несколько таком, если не сказать конспиративном, то закрытом положении. С компанией «Госстрой» действительно происходит что-то странное, происходит какое-то там брендовое переименование и какие-то события в области смены вообще маркетинговой политики и прочих всех вещей. Но все это происходит на фоне, опять-таки, накопления недовольства задержками по сдаче объектов. Объект «Белая река» так и продолжает быть в центре внимания все эти эрмитажи, дома в Глумилино. Я не слышал триумфальных отчетов о победах на этих объектах. Судя по всему, просрочка увеличивается. Я прошу дольщиков этих объектов связаться с нами и пояснить, что там сейчас происходит. Меня лично «Госстрой» всегда беспокоил в том смысле, что объемы их строительства так велики, что если что-то случится с их темпами строительства и сдачи объектов, то тут проблема обманутых дольщиков в Уфе может в одночасье удвоиться. В общем, на следующей неделе тоже понаблюдаем за этими стройками. А если у вас, уважаемые зрители нашего канала, есть информация по этим объектам, то мы будем очень благодарны, если вы нам ее предоставите. Не утихают дискуссии вокруг феерического полета в Сочи бизнес-джета с делегацией Башкортостана на экономический форум. Продолжается обсуждение этого скандального эпизода. Напомню, что 4 миллиона 425 тысяч были щедро потрачены из республиканского бюджета на перелет маломерного, но очень шикарного самолетика вместимостью от 14 до 19 мест. На прошедшей неделе стало известно, что прокуратура начала разбирательство в отношении законности аренды вот этого джета и расходования государственных средств на этот самолетик. Так до сих пор и непонятно, официально неизвестно, кто летел на этом самолете. Вообще, на самом деле, прокуратуре будет очень легко. Прокуратура запросит в компании ЮТР документы, а учитывая, что в нашей авиации все очень строго. Есть полетное задание, есть список пассажиров. Это очень строгая отчетность. И ЮТР предоставит список пассажиров этого самолетика. Я полагаю, что господину Хабирову надо бы упредить событие и все-таки самому рассказать о том, что он летал на этом самолете, а то будет очень нездорово, если из расследования прокуратуры вдруг выяснится, что он и его приближенные, не дай бог, еще и члены семьи летели на этом самолете в Сочи. Ну, да ладно, это, в общем-то, ему решать. Но, тем не менее, прокуратура начала проверку. И я очень рассчитываю на то, что проверка эта будет открытой, что новый прокурор, пришедший в республику, будет человеком открытым, публичным. И он расскажет нам, жителям республики, за чей счет летел этот самолет, расскажет о том, кто летал на этом самолете, почему туда летал и насколько это было законно. Вчера жительница Туймазов Галина Николаевна Тушканова объявила голодовку. Ну, вообще, как любая голодовка, это экстренная ситуация. И причиной этой голодовки стала ситуация с расселением ветхов жилья. В одной из наших передач мы уже говорили об этой ситуации, когда в Туймазах в период 11-17-го годов произошло расселение домов. Как выяснилось, дома эти вовсе не были ветхими, а таковыми их сделала администрация исключительно на бумаге. Самым наглым образом превратив капитальное каменное строение с каменными перекрытиями, каменными лестницами и каменными стенами в ветхое деревянное строение с деревянными лестницами, деревянными перекрытиями и рушивающейся крышей. Более того, граждан, которых практически принудительно расселили из этих домов, расселили в жилье, которое фактически оказалось непригодным. Туймазы, администрация Туймазов истратила 500 миллионов, акцентирую внимание, для этого города это гигантская сумма, 500 миллионов рублей на закупку жилья для расселения ветхого жилья у некой компании ООО СУ-3 в микрорайоне Чулпан-2, который находится, в общем-то, практически не в городе, и почти принудительно расселила 287 семей в этот Чулпан-2. Жить там практически невозможно, дорог нет, условий нет. И вот Галина Николаевна Тушканова, отказавшись выезжать из своего жилья, из которого ее пытаются выселить, требуя материальную компенсацию за это жилье, а не вот это жилье в этом микрорайоне Чулпан-2, объявила голодовку. Реакция администрации Туймазов на эту акцию была по меньшей мере странной. Во-первых, к Галине Николаевне приехала бригада врачей, хотя, как она сама говорит, она вообще-то пенсионерка, ей 66 лет, она все еще работает дворником в местной больнице. Так вот, по ее словам, в последние годы, сколько она не вызывала врачей, к ней ни разу врачи не приезжали. И тут вдруг приехала целая бригада, осмотрели ее, потом администрация Туймазов попыталась выставить ее сумасшедшей, роясь в ее медицинских документах и отыскивая там какие-то предпосылки к этому. В общем, реакция, конечно, прямо скажем, неадекватная. Она, эта реакция, наверное, не оставляет нам надежды на то, что проблема Галины Николаевны будет решена местной администрацией. Судя по всему, Галине Николаевне имеет смысл рассчитывать либо на администрацию вышестоящую, я имею в виду республиканскую, либо еще какую-то инстанцию московскую, там, на Путина, еще на кого-то. Но администрация Туймазов точно не желает идти на встречу, не желает решать ее проблему. Очень много вопросов в комментариях к нашим сюжетам. Почему мы не говорим про мусорную проблему, проблему оборота твердокоммунальных отходов? Мы обязательно будем об этом говорить и говорить много. Впереди у нас некий промежуточный этап начала этой реформы. Но сегодня я хотел бы буквально озвучить одно письмо, которое пришло на нашу почту от жительницы Уфы Соколовой Надежды Владимировны. Она проживает в городе Уфе на улице Калужской. Дом я специально называть не буду, чтобы не раскрывать там данных ее. И суть ее письма заключена в следующем. Женщина, она грамотная и понимая, что ничего не изменилось с вывозом мусора, кроме платежки. Она говорит, что ей пришла платежка на 280 рублей за вывоз мусора. А ближайший мусорный контейнер находится более чем в 600 метрах от ее дома. Надежда Владимировна женщина дотошная и грамотная. Она поинтересовалась параметрами Санфина и выяснилось, оказывается, что мусорный контейнер для сбора твердокоммунальных отходов, под действующего нынче Санпину и законодательству, должен находиться на дистанции не менее чем 20 метров от дома и не более чем 100 метров от дома. Надежда Владимировна полагает, что нарушение Санпина можно считать достаточной причиной для неоплаты вот этих вот услуг по вывозу твердокоммунальных отходов, так как муниципалитет не соблюдает правила сбора твердокоммунальных отходов. Я полагаю, что эта ситуация не единичная, что Надежда Владимировна не единственный житель Уфы, у которого помойка, контейнер стоит на очень большой дистанции от дома. В общем, обращаем наше внимание муниципалитета Ленинского района города Уфы на эту ситуацию, на улице Калужской. Ну и в целом призываем жителей города Уфы оценить дистанцию от их дома до контейнеров или контейнерных площадок, куда им приходится выносить свой твердобытовой мусор. На основании этого мы еще посмотрим, насколько юридически адекватно вот это предположение о том, что неправильное размещение мусорных контейнеров может быть причиной для невыплаты вот этих платежей по сбору твердокоммунальных отходов. Ну, помимо всего прочего, конечно, претензий к этой реформе у жителей Уфы значительно больше, чем только одна дистанция до мусорных площадок.